Здравствуйте. В последнее время мы получаем много вопросов по поводу пересечения крымской границы. Этим вопросом озадачены не только крымские моряки, а также граждане Украины с континентальной пропиской, которые по-прежнему ездят в Крым, потому что остались родственники здесь, либо работают от крымских крюингов. В Украине действует закон об оккупированной территории, согласно которого гражданин Украины может попасть в Крым только через украинские пункты пропуска, а именно Чингар, Чаплынка и Армянск. То есть все крымские моряки, улетая и прилетая на контракт из Симферополя через Москву, или же попадая в Крым из России через паромную переправу, нарушают украинское законодательство. За нарушение предусмотрен административный штраф. Выявить это нарушение пограничники могут по отметкам прилета-отлета в паспорте моряка или загранпаспорте. Это касается не только крымчан. Если вы гражданин Украины, находясь, к примеру, в России или какой-нибудь теплой стране на отдыхе, и хотите съездить в Крым, навестить любимую тетю, то лететь через Москву в Симферополь вам запрещено законодательством Украины. Сделать вы это можете, только въехав обратно в Украину, и только потом пересекать крымскую границу в украинских пунктах пропуска. В Чингаре, Чаплынке или Армянске. Или же, если вы не захотели делать такой крюк и все-таки полетели через Москву в Симферополь, и нахватались соответствующих отметок российских пограничников, то тогда будете готовы заполнять протокол об административном нарушении, если эти отметки, конечно, увидят украинские пограничники. Можно было бы и не показывать свой загранпаспорт. Вот только в базе украинских пограничников будет висеть ваш выезд из Украины, а вот въезда не будет. И следующий вопрос, который может последовать от пограничника, будет звучать следующим образом. Аякова, шановный пан, попал и до Крыма. И тут, возможно, придется показывать свой загранпаспорт, в котором есть все, на что намекал он в своем вопросе, а именно отметки пограничников в Москве. Следующий пункт касается больше крымских моряков. Пересекайте границу только по украинскому гражданскому паспорту. Для российских пограничников украинского паспорта с крымской пропиской достаточно для пересечения границы. Убедитесь в том, что в паспорте вовремя было вклеено фото на 25 и 45 лет, потому что в противном случае ваш паспорт считается недействительным и вас не пропустят. При пересечении границы не показывайте никаких морских документов и не говорите, что вы моряк и едете в Украину для того, чтобы получать морские украинские документы. Потому что были реальные случаи, когда на российской границе моряков высаживали с автобуса, мотивируя это тем, что раз вы уже россияне, вот идите, получайте документы в России. Если вы пересекаете границу с ребенком, то не забудьте его свидетельство о рождении. Либо ребенок должен быть внесен в паспорт одного из родителей за гран-паспорт или иметь свой отдельный проездной документ. Если ребенок едет с одним из родителей, то от второго родителя необходима нотариально заверенная доверенность на перевозку ребенка. Если уж начали говорить про пересечение границы, то стоит упомянуть также правила ввоза в страну валюты. Для Украины и России требования одинаковы. Эта сумма эквивалентна 10 тысячам евро без декларирования. Сумма свыше должна быть задекларирована. А также помните, пересекая границу, не стоит отвечать на вопросы пограничников какими-нибудь провокационными фразами. Самое простое, ответ, с какой целью вы едете в Украину или в Крым, к родственникам. Либо на свадьбу, либо к родственникам, либо к знакомым.